МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого мутищенского информационная программа в студии Анна Раченкова и в начале о главных темах дня. Обновленная общественная палата провела первое заседание. Я хочу вас от души поздравить, что вас избрали, вы избраны, и вам пожелать плодотворной работы. В Центре реабилитации инвалидов мечта готова помочь и маленьким, и взрослым. Какой должна быть современная библиотека? В принципе, вся обстановка будет направлена на то, чтобы детям было уютно, комфортно и интересно здесь находиться. В нашем округе продолжается акция «Шина-2017». У нас организованы по городу мутищи две площадки пункта сбора. А теперь об этом и многом другом. Более подробно. Общественная палата нового созыва провела первое заседание. Работу начали с организационных вопросов, выбрали председателя, двух его заместителей и утвердили количество и наименование рабочих комиссий. Как прошло обсуждение кандидатур, расскажет Юлия Федориненко. Общественная палата третьего созыва в полном составе. Длительный поэтапный отбор завершился. В результате сформировался коллектив из 45 единомышленников. 30% из них – новички. Среди вошедших в палату есть представители религиозных организаций, национальных автономий, общественных организаций поддержки инвалидов, многодетных семей, специалисты, курирующие вопросы образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, молодежи и патриотического воспитания. В первую очередь хотел бы пожелать вам удачной работы, хотел пожелать бы вам терпения, потому что знаю, с какой улыбкой в душе и воодушевлением люди приходят в общественную палату. Когда на них наваливается, то ко второму и третьему году работы все сложнее и сложнее, все сложнее собирать к воруму и прочее, прочее. Так вот, мне бы хотелось, чтобы вы с этим задором прошли все три года своей работы дружно, чтобы у вас все получалось. Честь открыть учредительное заседание предоставили самому старейшему члену палаты, Галине Алексеевне Новцене. Я хочу вас просто от души поздравить, что вас избрали, вы избраны, и вам пожелать плодотворной работы. Работы много, проблем огромное количество. Это я вам как председатель совета ТОССу говорю. Очень. Жители волнуют многие проблемы, и они надеются на общественную палату. И жаждут, что будет все у нас нормально. После слов поздравления члены палаты приступают к выбору председателя и его заместителей. Елена Сюмак предложила кандидатуру Игоря Саваша на пост руководителя Матищинской общественной палаты, которую ранее сама успешно возглавляла. Участники заседания кандидатуру поддержали. Хотел поблагодарить, конечно, прежде всего, председателя общественной палаты бывшего, создавшего Елену Сюмак. Огромную работу сделала, и работы с ней в качестве заместителя я приобрел большой опыт. За что я оборудовываю спасибо, и я считаю, что вам достойно аплодисменту. Заместителями председателя стали Елена Сюмак и Михаил Соколов, в предыдущем созыве также занимавшие эту должность. Большую дискуссию вызвало количество комиссий и их наименование, а также их состав. Одни предлагали объединить несколько комиссий в одну, другие наоборот, отдельно вынести работу, к примеру, по таким направлениям, как строительство и дорожное хозяйство. Комиссию по делам молодежи и по патриотическому испытанию объединить, а создать комиссию по транспорту и дорожному хозяйству, потому что в этой области очень много проблем на населении. Дискуссия получилась бурная. Коллектив подобрался инициативный. Учредительное заседание длилось больше трех часов. В результате утверждены и председатели комиссии, и их составы. В такой кампании общественной палате предстоит работать ближайшие три года. Судя по первому заседанию, можно предположить, что активность этого созыва будет высокой. Юлия Федориненко, Андрей Капустин, информационная программа «День». К концу подходит форум «Я гражданин Подмосковья», стартовавший 3 июля в Егорьевске. Молодых и активных жителей региона на этот раз собрали в живописном месте, на берегу озера в зоне отдыха Любляна. По предварительным подсчетам, в форуме примет участие порядка 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. В этом году мероприятие проходит в квестовом формате. Делегаты разделились на 4 землячества. Участники зарабатывают игровые ресурсы для победы в форуме. За это время ребята смогли себя проявить в таких сменах, как лидерство, творчество и медиа, предпринимательство и инновации, студенчество и молодые политики. Последней точкой форума стала смена «Экология, спорт и патриотика», стартовавшая 19 июля. Своими впечатлениями с нами поделились члены Мытищинской делегации, которые находятся в Егоревске с 3 июля и активно представляют наш округ в молодежном сообществе региона. Мне все очень нравится, очень крутые вип-гости. С нами работают тренера-технологи, которые помогают нам в разработке проектов, в их доработке. Также есть свободное время, концертная программа. На форуме я первый раз, мне очень все понравилось. Программа очень разнообразна, от актеров до политиков. Также очень развита концертная программа, дискотеки. Мне очень нравится. Из хороших, больших плюсов форума «Я гражданин Подмосковья» стоит выделить именно четко сориентированную программу. Например, мы сейчас находимся на смене, и тематика, и спикеры полностью соответствуют всему тому, что заявлено в названии. Все построено таким образом, что ты, помимо того, что получаешь интереснейший посыл на лекциях от интереснейших спикеров, и параллельно имеешь возможность показать себя в каких-либо, ну скажем так, софт-скилл навыках, то есть в Рашиловский стрелок, что где когда и так далее. Я на этом форуме нахожусь уже второй год подряд, и постоянно разные смены, постоянно новые спикеры, и постоянно новые интереснейшие лекции, которые дополняют твои знания, которые у тебя сейчас есть. Советую всем приезжать на ежегодный форум «Я гражданин Подмосковья» от всех университетов, и здесь очень круто. В городском округе Мытища ведется большая деятельность по реабилитации и помощи детям и взрослым с инвалидностью. Какие условия для занятий с особыми детьми созданы в Центре Мечта, узнавала Дарья Ильинская. Что здесь? Что ты пачкаешь? Что здесь? Олег. Олег. А меня Даша зовут. У, Даша. Даша. Еще совсем недавно восьмилетний Олег не мог выговорить и этого. Ему помогают здесь, в Мытищинском центре реабилитации инвалидов «Мечта». В сенсорной комнате в игровой форме специалисты центра учат таких, как Олег, познавать окружающий мир и не бояться его. С первого взгляда, как некоторые люди говорят, это всего лишь игровая. Нет, это не всего лишь игра. Ты, ты, ты! Во-первых, игра – это уже развитие. И умея играть, а многие родители и вовсе не играют, считают, что ребенок сам знает, как это делается. Но это же нужно не для того, чтобы он знал, а для того, чтобы он увидел внимание своих родителей. У родителей и особенных детей на такие простые и важные для развития игры подчас не остается времени. И вот тут без квалифицированной помощи не обойтись. А родители все время рядом. С одного занятия спешат на другое. Мой ребенок на данный момент, ему уже 8 лет и 9 год, потихонечку начал еще контактировать с другими детками. Начал потихонечку разговаривать. Это все заслуга педагогов, реабилитационного центра мечты. Когда все деньги уходят на лечение, то выделить средства на пребывание ребенка в центрах развития невозможно. В мечте услуги детям и взрослым с инвалидностью оказывают бесплатно. В центре функционируют 4 отделения для посетителей, а 3 лет и старше. Сенсорные комнаты, оснащенные развивающими модулями, кабинеты логопеда, дефектолога, психолога, кабинет Монте-Сори класса открывают свои двери посетителям, которые замкнулись на себе и проблеме со здоровьем. Мы очень благодарны нашему министру социального развития Московской области Ирине Клавдии Фаевской, которая обеспечила нас всем необходимым оборудованием. И благодаря этому мы смогли укомплектовать три сенсорных комнаты. Мозг и центральная нервная система определяют развитие многих заболеваний. Благодаря таким занятиям возможно осуществлять немедикаментозное воздействие, направленное на снятие нервного и психического напряжения, восстановить работоспособность. У нас очень творческий коллектив педагогический. И если мы где-то узнаем что-то новое, видим, смотрим, то некоторые тренажеры и модули изготавливаются в наших мастерских. Вот такой тренажер Борис Суховерков изготовил вместе со взрослыми воспитанниками. И теперь у младших детей есть возможность учиться координации и держать баланс, сочиняя сказки на ходу. Кого он мог там встретить? Ну и встретить. Да, гномиков он мог встретить. Да, встретить. Год назад у Центра Мечта появилось еще одно полностью оснащенное отделение для реабилитации детей. Уютное помещение на первом этаже жилого дома на Новоматищинском проспекте. Чужой беды не бывает, убеждены специалисты Центра и готовы помогать людям, мир которых ограничен болезнью. Дарья Линская, Денис Корнев. Информационная программа «День». Четвертую библиотеку в микрорайоне «Дружба» ждут большие перемены. Капитальный ремонт, новая мебель, а главное – абсолютно новый взгляд на привычное библиотечное пространство. Наша съемочная группа узнала о планах по преобразованию читальных залов. Современные носители вытесняют книгу. Это очевидно. Нужно библиотеки превращать в новые мультимедийные центры и с книгой, и с интернетом. Эти слова президента Российской Федерации, сказанные в 2016 году, сотрудники библиотечно-информационного центра восприняли как призыв. Преобразование начали именно с этой библиотеки в микрорайоне «Дружба». Здесь, как нигде, требуется создание центра, в котором все желающие смогут почитать, узнать что-то новое, да и просто приятно провести время. Здесь есть школа, здесь есть спортивный комплекс «Дружба», но как такого очага культуры, большого, крупного, здесь нет. Здесь представлена только наша библиотека номер 4, в которой мы и хотим сделать такой культурно-досуговый центр. Мы создаем не просто новую библиотеку, как книгочитальню, а как мультимедийный центр, культурно-досуговый центр, в котором не просто люди получают книги, чтобы почитать, но и приходят провести свой досуг, как-то разнообразить ту информацию, которая у них есть. И в то же время получить какое-то удовольствие от общения, от чтения, от каких-то других интересных дел. Проект обсуждали всей командой. Перед ним ставились определенные задачи. Во-первых, максимально использовать пространство, освободив место для интерактива. А во-вторых, создать уютные современные зоны для детей и взрослых, где каждый бы нашел занятие по душе. Данное помещение будет отдано под детский абонемент. Здесь не будет больше такой высокой мебели. Будет мебель буквально маленькая, низенькая, чтобы деткам было удобно сидеть, может быть, даже рисовать на самих стеллажах. Будут маленькие пуфики, будут стеллажи в виде яхты, будет сухой бассейн, ковер. То есть, в принципе, вся обстановка будет направлена на то, чтобы детям было уютно, комфортно и интересно здесь находиться. А также привлекаться к чтению, естественно. Данная зона будет отдана под рабочий кабинет. Она будет поделена на две части. Правая часть будет как кабинет заведующей и сотрудников библиотеки. Левая часть будет отдана под компьютерный класс. То есть, здесь будет реализована зона каворкинга. Будет несколько рабочих мест, оборудованных компьютерами и периферийными различными устройствами, а также литературой соответствующей тематике. Из нововведений в основном зале установка большого экрана для просмотра фильмов, а также зеркальные стены для проведения мини-концертов и выступлений. Важно создать такое пространство, которому бы за считанные минуты можно было бы придать новую форму. Здесь будут мобильные стеллажи, которые будут перемещаться на колесиках, чтобы было удобно также не просто стоять, а можно было сесть и посмотреть ту литературу, которая интересует человека, но удобно пододвинув этот стеллаж к себе. Также мы планируем сделать зону Wi-Fi. Помимо стационарного компьютера могут люди приходить со своими мобильными устройствами, с смартфонами, с планшетами и здесь у нас работать, пользуясь нашей Wi-Fi-зоной. Будет большое хранилище, следующий зал будет, где мы, используя все пространство, и в высоту, и в ширину заполняем, будет заполнено полностью книгами. Итоги можно будет увидеть осенью. Кстати, нашу съемочную группу пригласили на открытие. Также важное событие произойдет 1 сентября. В этот день Матищинский библиотечный информационный центр открывает новую библиотеку в деревне Бородино. Анна Раченкова, Денис Петров, информационная программа «День». Какую выгоду можно извлечь при продуманной утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, показал проект производства резиновой плитки на базе Матищинского предприятия «Спецремтранс». Она находит самое широкое применение при благоустройстве дворовых территорий. А свалки выброшенных автопокрышек давно остались в прошлом. Так считает наш корреспондент Сергей Берзин. То, что автомобильный поток на наших дорогах давно перемахнул за 100 тысяч единиц, никого не удивляет. Сотни тысяч колес шуршат по Матищинскому асфальту. Они же со временем, отработав свой срок, уходят в утиль. Груды покрышек на обочинах портили пейзаж не один год. Теперь их днем с огнем не найти. Все в дело пошли благодаря программе по производству покрытий из резиновой крошки. Количество этих покрышек как раз три штуки здесь. Получается одна плитка. Четыре таких плитки – один квадратный метр площади мягкого покрытия. Эта детская площадка занимает около 100 метров. Значит, нужно не менее 400 плиток. А в очереди на мягкое покрытие стоит более 200 детских площадок. Шин на переработку потребуется еще очень немало. Мы по городу собираем с контейнерных площадок ежемесячно порядка 450 таких покрышек. Но у нас организованы по городу Матище две площадки пункта сбора. Пункты сбора находятся на улицах Станционная 2А и Коминтерна 25, прямо на месте переработки. Отработавших свое покрышек требуется все больше. И лучше прямо туда их и доставлять. Тем быстрее они займут свое место по назначению. Сегодня в каждом дворе хотели бы видеть детскую площадку с таким мягким покрытием. Чудо-плитка показала себя отлично. Детям особенно нравится резвиться на такой разрисованной в клеточку площадке. А мамы не боятся ссадин от каждого падения, хотя без них все равно не обойтись. Плитка пришлась по вкусу всем. Ну а чтобы производство такого нужного покрытия шло без перебоев, отработанные шины лучше всего сдавать прямо на месте переработки. Так они быстрее окажутся на детских площадках. Сергей Берзин, Денис Петров, информационная программа «День». Короткое российское лето – замечательная пора, когда из душных спортивных залов можно перейти к занятиям спортом на свежем воздухе. В мытищах этой теме уделяется особенное внимание. На сегодняшний день на территории муниципалитета расположено более 100 спортивных площадок, большинство из которых состоят из нескольких зон, например, для активных игр и для занятий на тренажерах или турниках. Съемочная группа «Первого мытищенского» решила узнать мнение мытищенцев. Считают ли наши жители условия для занятий спортом в округе приемлемыми? И чего, по их мнению, не хватает. Я много чем занимаюсь. И штангой, и волейбол играю, и большой теннис, и маленький теннис, и боксирую. То есть, общее развитие. Ну, в парке, я так поняла, вы находите место для... Конечно. Ну, здесь, в принципе, все условия есть созданы. Хотя вот сами даже докупаем что-то из инвентаря. Штанги, гантели. Но в целом хорошо. Хорошо столы поставили недавно теннисные. Все-таки не хватает площадок, не хватает в том числе где-то и качества этих площадок. Почему? Потому что на ряде площадок там столы вот эти устроены так, так что к ним невозможно закрепить стандартные крепления для теннисных сеток. А также, ну, хотелось бы, чтобы таких вот мест, вот как здесь, да, их должно быть больше. В принципе, это все считаемо, да, то есть это можно посчитать, сколько здесь человек находится регулярно, да, и сделать такие места в нескольких районах города. Ну, а вообще вы сами занимаетесь каким спортом? Только теннисом? И пользуетесь ли услугами от профессиональных центров, либо вы сами себя развиваете? Ну, ранее я пользовался услугами профессиональных центров, но там в связи с рождением маленького ребенка, ну, ребенка, я стал заниматься самостоятельно. И в том числе, как бы, я пользуюсь постоянно подобными площадками и стадионами, которые есть в городе. Вот что именно вам нравится, что не нравится? Мне нравится то, что есть вот такое ограждение, в котором есть все. Турники, брусья, для волейбола площадка. Еще есть элементарь, который спортивный тоже. Это мне очень нравится. В нашем округе с этим все отлично. У нас бесплатный парк, куча пляжных стадион, ну, пять площадок. Затем у нас есть торпеда, затем у нас есть строитель, затем у нас есть арена-мойтища, где всем этим занимаются. Так что у нас очень много условий для этого. Вот мы когда на соревнованиях ездим, приезжаем на другие пляжные площадки. Вот в Солнечной Аглазке, допустим, пляжные площадки на хоккейной коробке сделаны. Так что у нас получше это все дело проходит. В Австрии для оперы Кармен возвели уникальную плавучую сцену небывалых размеров. Она выполнена в виде колоды карт, которая разлетается между двумя гигантскими руками. Полюбоваться итогом можно в сюжете наших международных коллег. Опера Кармен – самое известное произведение Жоржа Безе. В этом году ее поставили в Австрии в рамках Брегенского фестиваля. Мероприятие начали проводить более ста лет назад. И главная его изюминка – плавучая сцена. В этот раз специально для Кармен ее сделали в виде колоды карт, которая рассыпается из гигантских 20-метровых рук. Каждая из 59 карт весит две с половиной тонны. Над дизайном сцены работала Эс Девлин, один из лучших театральных художников мира. За ее плечами церемонии – закрытие Олимпиады в Лондоне 2012 года и открытие игры в Рио-де-Жанейро в 2016. На создание этой сцены ушло 10 месяцев и 7 миллионов евро. «Сначала я думала, что это будет сделать почти невозможно. Потому что если не будет ощущения, что карты зависли в воздухе, идея вообще не будет иметь смысла. И, конечно, все это должно выстоять в течение двух лет в условиях ветра, дождя, штормов, снега, зноя». Актёрский состав – не только вокалисты мирового уровня. Каждый в отличной спортивной форме. Кому-то приходится петь, разместившись на самом верху огромной карты. А исполнительницы роли Кармен спешно уплывать с места действия. «В Кармен мы увидим историю под другим углом. Благодаря необычной сцене мы не просто театр на озере. Наши актёры взаимодействуют с водой. У нас над головами небо. Природа добавляет истории драматизма. Нашу постановку можно показать только здесь, на Боденском озере». Билеты на весь летний сезон Кармен уже раскуплены. Однако у зрителей есть ещё шанс увидеть постановку следующим летом. На этом наш выпуск новостей завершён. Чтобы быть в курсе всех событий, заходите на сайт Первого Мутищенского и в нашу группу ВКонтакте. Далее вас ждёт прогноз погоды и важная информация в рубрике «Телетайп». На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и до новых встреч! Часто говорят, что продукты и одежда дорожают, а зарплата не растут. Я часто слышу от своих родителей, что нужно экономить, думать о будущем. А вдруг моих родителей сейчас уволят с работы? И как мы тогда будем жить? Я же не могу работать. Я должна закончить школу, институт. Это будет не скоро, а страшно уже сейчас. Прибор с буквой А – самый лучший ребят. Ему очень мало энергии надо. В Б или С – потребление выше. Класс эффективности будет пониже. В ДЕФГ – ещё ниже значений. Эти приборы – одно разорение. Покупая прибор, не забудь. На этикетку и букву взглянуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Уважаемые жители городского округа Мытищи. Обращаем ваше внимание, что оказание услуг по распространению сигналов программ телевизионного вещания по кабельной муниципальной сети связи на территории городского округа Мытищи осуществляет МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи». На это же предприятие возложена обязанность по осуществлению сбора абонентской платы с пользователей кабельного телевидения. Между МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» и расчетными организациями, которые производят сбор коммунальных платежей, заключены договоры, на основании которых расчетные организации осуществляют сбор абонентской платы с пользователей кабельного телевидения от имени МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи». Поэтому жителям необходимо оплачивать услуги связи для целей кабельного телевизионного обещания по квитанциям, полученным от своих расчетных организаций. С 3 апреля по 3 июня 2017 года в Подмосковье вновь пройдет акция «Пассажирский контроль стрелки», направленная на повышение качества обслуживания пассажиров Московской области. В акции может принять участие любой желающий. Для этого необходимо зафиксировать нарушения, например, отсутствие информационного стикера на транспортном средстве или отказ водителя принимать к оплате карту на фото или видеокамеру гаджета. В сообщении указать дату, время проезда на маршруте и номер карты стрелка. После направить всю информацию по доступным каналам связи, социальные сети, мессенджеры или почта. Самым активным участникам акции будут вручены памятные призы от команды «Стрелки». Подобные условия участия в акции размещены на сайте стрелкокарт.ру в разделе «Новости» и в социальных сетях «Стрелки». Новые возможности официального сайта и мобильного приложения «Стрелка». Для удобства пользователей осуществлен редизайн сайта «Стрелка» и его мобильной версии. Обновленный ресурс порадует приятной навигацией и привлекательным дизайном. На сайте всегда можно узнать и пополнить баланс карты, следить за последними новостями о проекте, получить актуальную информацию о тарифах и маршрутах. В основном в меню мобильного приложения «Стрелки» появилась новая интерактивная кнопка «Поделись идеей». Нажав на нее, можно поделиться своей идеей по улучшению проекта «Стрелка». Проверить баланс карты и получить информацию о текущей скидке теперь можно, не заходя в мобильное приложение. Для этого пользователю необходимо в списке выбрать виджет «Стрелки» и поместить его на рабочий экран своего телефона. Данное обновление доступно для устройств на платформе Android и iOS. Внимание пассажиры! Движение по вышеуказанным маршрутам на летний период можно на официальном сайте администрации городского округа Мытища. В соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области о внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области, тарифы на услуги, оказываемые у АО «Водоканал Мытищи» с 1 июля будут увеличены. Холодная вода за 1 кубический метр составит с 1 июля 2017 года 38,67 рубля. Вода отведения за 1 кубический метр составит с 1 июля 2017 года 33,89 рубля. Внимание пассажиры! С 1 июля 2017 года изменяется расписание и схема движения автобусного маршрута номер 10, Сукромка, микрорайон Леонидовка, по будним и выходным дням. Два автобуса будут следовать по действующей схеме движения. Другие два автобуса будут следовать от улицы Сукромка на улицу Летная, далее по улице Мира, Новомутищинскому проспекту, Шараповскому проезду, Олимпийскому проспекту, улице Академика Каргина, второму Щелковскому проезду, улице Попова. В обратном направлении схемы маршрута номер 10 останутся без изменений. Также с 1 июля 2017 года изменяется расписание отдельных рейсов по маршруту номер 7, станция Мытищи, Тайнинская. Более подробно ознакомиться с расписанием движения маршрутов можно на официальном сайте администрации городского округа Мытищи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова